Здравствуйте дорогие друзья! Давайте представим, что мы делаем некую игру, в которой множество подвижных объектов, и с ними взаимодействует пользователь. Как в этом случае правильно спроектировать программу на Pygame, чтобы эффективно обрабатывать движение и взаимодействие? Для этого была специально создана ветка Pygame Sprite для работы со спрайтами. Вообще спрайт это любой подвижный объект, и когда таких объектов много, то вот такой класс спрайт значительно облегчает их обработку. И мы сейчас посмотрим, как это делается. Для начала создадим базовый каркас приложения. Он нам в принципе уже знаком. Вот здесь мы создаем главное окно, а здесь идет главный цикл. И давайте теперь сюда добавим подвижный объект в виде падающего сверху шарика. Для этого мы как раз и воспользуемся классом Sprite, и на его основе создадим новый класс. Класс Ball. Вот смотрите, в отдельном файле, в файле Ball.py, мы как раз создадим вот этот новый класс, чтобы у нас программа была модульной. То есть вот здесь вот главная логика, а здесь у нас будет дополнительно вот этот класс для управления падающими шариками. Итак, класс Ball, он наследуется от класса Sprite, то есть расширяет его функциональность. Как это делается? Значит, смотрите, у нас здесь определен конструктор, и у него два параметра. Вот этот параметр x, это местоположение шарика по координате x, а файл name, это ссылка на изображение этого шарика. И далее мы, соответственно, вызываем вот здесь вот конструктор сначала базового класса Sprite, чтобы проинциализировать все необходимые переменные. А далее добавляем два вот таких вот обязательных свойства. Свойство Image, вот у этого класса Sprite, то есть у класса Ball, это будет изображение Sprite, а Rect, это его размеры и местоположения. Соответственно, вот этот Image, это изображение Sprite, и мы его вот так вот загружаем с помощью функции Load. Здесь указываем имя графического файла, а Rect, это как раз будет размеры и местоположение вот этого вот изображения. То есть мы пользуемся такой функцией Rect. Здесь центр, и зачем будем брать центр вот этого вот самого прямоугольника. И, соответственно, указываем здесь координаты x, а по y будет 0. То есть шарик будет располагаться по указанной координате x и сверху нашего окна. То есть он будет падать сверху вниз. То есть у нас есть два вот таких вот обязательных свойства. Затем они будут автоматически использоваться для обработки групп спрайтов. Поэтому они необходимы и должны называться именно так. Image и Rect. Отлично, это мы сделали. Создали новый класс. Теперь в основном модуле мы подключим этот файл. И создадим, соответственно, вот этот вот шар Ball. Сделаем это следующим образом. Значит, с помощью такой конструкции, from Ball, import Ball, мы импортируем этот вот класс Ball. И затем мы им воспользуемся этим классом. Ну вот, допустим, вот здесь вот. Мы вызываем вот этот вот класс Ball. Указываем у него координату x, по которой будет располагаться этот шар. И, соответственно, изображение этого шара. Изображение у меня уже, естественно, подготовлено. Оно находится под каталоге images. И выглядит вот так вот, в виде вот такого вот кругленького медведя. И мы, соответственно, его будем загружать. Далее, вот этот вот параметр speed, это скорость падения шарика. Ну, пусть она будет у нас одна единица. После того, как мы шар создали, вот здесь вот, в главном цикле, мы его должны отображать и, соответственно, двигать. Давайте это сначала отобразим. Для этого мы выполнили вот такие вот строчки. Сначала закрашиваем клиентскую область черным цветом. Рисуем шар соответствующими координатами. То есть мы берем здесь это изображение image. А здесь его местоположение rect. Ну и, соответственно, обновляем клиентскую область. Но пока у нас шар падать не будет. Он должен падать. Для этого мы вот здесь вот ниже пропишем еще вот такие вот строчки. Мы вот у этого rect будем менять свойства y. То есть мы y будем увеличивать. И, соответственно, шарик у нас в итоге будет падать. Увеличивать будем, естественно, вот на эту величину speed. То есть на скорость падения этого шарика. И как только шарик будет достигать нижней границы клиентской области окна, то он снова появляется сверху. И вот так вот циклически он будет падать. Давайте запустим эту программу и посмотрим, что у нас получится. Значит, вот у нас идет как раз падение вот этого шарика в виде медведя вниз. Ну и вот таким вот образом циклически все это будет повторяться. Давайте теперь для красоты добавим сюда еще и фон. Для этого мы вот здесь вот вначале его загрузим. А затем в главном цикле вместо вот этой вот строчки мы, соответственно, его будем отображать. То есть вот здесь вот загрузили фон. А здесь мы его отображаем. Давайте теперь опять запустим нашу программу. И смотрите, теперь все выглядит уже вот так вот, более красиво. То есть шарик падает вот на таком вот красивом фоне. Далее смотрите. Реализовывать вот непосредственно в главном цикле логику падения шарика – это не лучшая практика. Гораздо лучше вот это все поместить непосредственно вот в этот наш классбол. То есть определить некий метод, который будет отвечать за перемещение нашего спрайта. Ну в данном случае за перемещение нашего шарика. Поэтому вот эти строчки я здесь уберу. А вот, соответственно, вот в этот классбол добавлю в следующий метод. И мы определим этот метод вот таким вот образом. Update. Смотрите, интегрированная среда нам даже подсказывает ими этого метода, и его параметры. Потому что этот метод входит вот в этот базовый класс спрайт. То есть мы его здесь переопределяем. И этот метод как раз отвечает за обновление спрайта. То есть за изменение его координат. Ну и, соответственно, давайте вот здесь мы и сделаем логику падения шарика. Она будет следующей. Мы пропишем вот такие вот строчки. Вот здесь вот arcs от нуля – это будет высота клиентской области окна. То есть мы вот здесь вот первым параметром будем передавать вот эту вот высоту. Ну и, соответственно, проверять, длетел ли шарик до конца нашего окна. Если это так, то его высота снова становится равной нулю. И вот здесь вот нам нужно изменять эту высоту на величину скорости. Скорости у нас здесь пока еще нету. Поэтому добавим ее. Добавим вот сюда вот и будем в конструкторе, соответственно, ее передавать. Вот здесь вот добавим speed. И, соответственно, здесь тоже мы добавим скорость speed. Вот таким вот образом. Все, теперь у нас вот есть это падение. И мы модифицируем вот этот вот основной модуль. То есть при создании шарика мы должны указать уже его скорость падения. Вот здесь вот укажем этот параметр speed. А вот здесь вот ниже в главном цикле мы, соответственно, вызовем вот этот вот метод update. Вот у этого шарика B1. И как раз передаем вот этот вот параметр h. То есть вот h – это высота клиентской области. То есть вот этот вот параметр args от нуля. Давайте запустим и посмотрим, убедимся, что это тоже все будет работать. Запускаем программу. И происходит абсолютно все то же самое. То есть мы теперь вот эту вот логику падения вынесли непосредственно в класс B1. Это гораздо лучше. Отлично. Это мы все сделали. Но давайте теперь представим, что у нас одновременно падает несколько шариков. Тогда их нужно сначала создать. Ну, например, мы можем создать их вот таким вот образом. Смотрите, здесь вместо одного шарика мы сделаем три шарика. То есть у них будет разная скорость и, соответственно, разные изображения. Вот здесь вот медведь. Здесь у нас будет лиса. А здесь, соответственно, панда. И у них разные вот эти вот координаты x. Далее вот здесь вот в главном цикле мы должны их все прорисовать. Вот один шарик у нас прорисован. И добавляем еще два шарика B2 и B3. Ну, и, соответственно, у них нужно вызвать метод update. То есть вот здесь вот ниже update для B1 вызывается. И еще для B2 и B3. Все. Вот таким вот образом мы сделали падение для трех шариков. Давайте запустим программу и убедимся, что у нас все происходит именно так, как мы и ожидали. Да, у нас три шарика. И они вот так вот циклически падают. Все верно. Но вот этот вот текст программы выглядит не очень. Здесь, по сути дела, происходит дублирование кода, что не есть хорошо. И так как это вот типовая задача, что у нас много объектов, они все перемещаются, то в Pygame для ее решения было предложено спрайты объединять в группы и обрабатывать их единым образом. То есть вот все наши шары было бы хорошо объединить в некую группу и всю эту группу обрабатывать единым образом. Для создания группы в Pygame используется специальный класс. Он так и называется, group, то есть группа. И мы можем его использовать, например, вот так вот. Смотрите. Вот здесь вот в начале мы создадим эту самую группу. Ну, например, вот здесь вот. Пусть она так и называется, balls, шары. И далее вот здесь вот, когда создаются шары, мы их будем сразу помещать в группу. Для этого есть вот такой специальный метод, added. И, соответственно, мы указываем тот шар, который помещаем в эту группу. Например, вот так вот. Или можно сделать так. Опять же, вызывая вот этот метод added, и через запятую перечисляем те шары, те объекты, которые мы собираемся поместить в нашу группу. Ну, например, вот два шара теперь поместим. То есть вот здесь вот мы помещали один шар, а здесь поместили сразу два шара и перечислили их через запятую. То есть у нас все три шара теперь находятся вот в этой группе balls. Затем смотрите. Для того, чтобы нарисовать все эти три шара, мы делаем следующее. Вот здесь вот, в главном цикле, вместо вот всех этих строчек, мы вызываем вот такой вот метод draw. И говорим, что вот этот вот draw должен рисовать наши шары вот на этой плоскости sc. Все, в результате у нас автоматически все эти три шара прорисуются. То есть вот этот вот метод draw, он обратится вот к этому свойству image и вот к этому свойству rect для того, чтобы нарисовать тот или иной шар. Вот именно поэтому вот эти вот свойства очень важны. Далее, вот здесь вот в главном цикле нам также нужно вызвать метод update. Метод update будет вызываться единым образом, соответственно, тоже для всей группы. Вот таким вот образом. То есть, вызывая update для группы, вызывается update для каждого шара. Тот, который мы здесь с вами переопределили. Графически это выглядит так. Смотрите. У нас есть коллекция balls, то есть группа, группа шаров. И, соответственно, мы для этой группы вызываем метод draw для их рисования. И вот такой вот метод update, который, в свою очередь, вызывает update для каждого элемента группы. И в результате наша программа значительно упрощается. И нет дублирования кода. Вот в этом преимущество группы. Давайте запустим программу и убедимся, что всё работает. Да, всё работает абсолютно таким же образом. Давайте ещё немного разовьём тему с шариками. И сделаем так, чтобы новый шарик появлялся каждые 2 секунды. И падал только до земли. После чего просто исчезал бы. Для этого мы вначале подготовим наборы поверхностей с разными изображениями шаров. Смотрите, вот здесь вот в начале программы мы добавим вот такую вот коллекцию. Значит, вот здесь вот мы пропишем изображения шаров, которые будем использовать. Ну и, соответственно, сразу их загрузим. То есть, вот здесь мы используем такой вот list comprehension механизм для того, чтобы сформировать список из поверхностей и загруженных изображений. Ну и, соответственно, далее мы будем их использовать. После этого определим вспомогательную функцию. Функцию, которая будет создавать новый шар. Соответственно, она будет создавать со случайным выбранным изображением. То есть, вот этой вот плоскостью. И, соответственно, случайным местоположением по координате x. Для этого мы будем использовать такую вот функцию runInt. Ну и, соответственно, здесь надо её импортировать. И, кроме того, у нас вот здесь вот изменился немножко конструктор. Вот это вот класса ball. Мы уже передаём ему координату x, скорость, далее поверхность, на которой нарисован шар, и группу, которой он принадлежит. Соответственно, всё это нам нужно определить и в конструкторе вот этого вот класса ball. Давайте это сделаем. Перейдём вот сюда вот в файл ball.py. И, соответственно, определим его конструктор так, как он и должен быть. Вот здесь вот вместо file name мы пропишем такой вот параметр serve, то есть поверхность. Ну и, соответственно, определим четвёртый параметр, который будет называться grow, то есть группа. И далее вот здесь вот в конструкторе мы, соответственно, должны вот этому вот свойству image присвоить вот эту вот поверхность. То есть это будет как раз изображение нашего шара. И потом добавить этот шар вот в эту группу. Как это сделать? Для этого используется, соответственно, вот такой вот метод added и указывается группа, в которую он добавляется. То есть вот этот вот метод added, то есть вот здесь self, вот так вот. То есть вот этот вот метод added, он находится вот в этом базовом классе sprite. И добавляет как раз вот этот вот sprite в ту группу, которую мы здесь указали. Далее, когда шар будет долетать до земли, он должен исключаться из группы, чтобы больше не участвовал в игровом процессе. Для этого используется такой вот метод kill, то есть метод, который исключает вот этот вот шар, вот этот вот sprite из всех групп. Ну и, соответственно, он у нас уже не будет перерисовываться, то есть его как будто бы не будет. То есть смотрите, благодаря тому, что мы наследуемся от базового класса sprite, у нас появляется два дополнительных метода. Метод added, который добавляет новый sprite в группу. И, соответственно, методы kill, и также можно использовать метод remove. Метод kill удаляет шар из всех групп, а метод remove удаляет из строго определенной группы. И после того, как вот у нас шар будет исключен из группы, на него не будет никаких ссылок, и он будет автоматически удален сборщиком мусора языка Python. Отлично, эту логику мы сделали. Теперь нам нужно, чтобы каждые две секунды создавались новые шары. Для этого мы воспользуемся вот таким вот модулем PyGameTime и вызовем вот такую вот функцию SetTimer. Эта функция будет каждые две тысячи миллисекунд генерировать вот такое вот событие UserEvent. То есть две тысячи миллисекунд это как раз две секунды. И каждые две секунды у нас в главном цикле будет генерироваться вот такое вот событие. И по этому событию мы как раз и будем создавать новый шар. То есть вот здесь вот ниже мы пропишем вот такие вот строчки, и как только у нас появилось вот это вот событие, мы вызовем функцию CritBall и соответственно создадим новый шар в группе Balls. Ну а самый первый шар мы создадим вот здесь вот до начала вот этого вот главного цикла. Давайте запустим программу и посмотрим, как она работает. Так, у нас получается ошибка вот здесь вот. Да, вот это вот лишнее, это нам уже не надо вот так вот добавлять шары в группу. Просто вот CritBall и все. Запустим программу. Да, и у нас вот теперь вот шар вот падает сверху вниз, и каждые две секунды появляется новый шар со случайной координатой x. И получается вот уже вот такой вот игровой процесс. То есть как только шар долетает до земли, он у нас исключается из группы и в результате пропадает. Вот таким вот образом можно создавать спрайты в PyGame и организовывать их групповую обработку. На следующем занятии мы продолжим эту тему и соответственно разовьем вот этот вот игровой процесс дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok